Этнографические источники Среди основных источников первобытной истории одно из первых, а по мнению части исследователей даже первое место, принадлежит этнографическим данным. Это и понятно. Этнография изучает традиционную бытовую культуру народов. Значит, все социокультурное развитие тех народов, которые до начала класса образования не имели другой культуры, кроме традиционно бытовой, является доменом именно этнографии. Труднее понять другое. Как случилось, что исследователи первобытного общества, основывая свои выводы в значительной мере, а часто и преимущественно на данных этнографии, по сути, даже не попытались упорядочить этнографическое источниковедение первобытной истории. Правда, проблемы источниковедения во многом перекликаются с методами первобытно-исторических реконструкций, а в попытках усовершенствовать эти последние не было недостатка ни у нас, ни за рубежом. Перекликаются, однако, не совпадают. И поэтому здесь, прежде чем обратиться к методам реконструкции, мы постараемся охарактеризовать сами этнографические источники первобытной истории. Впервые на источниковедение этнографии, но не на этнографическое источниковедение первобытной истории, обратил внимание Фритц Гребнер. Он предложил различать два типа этнографических источников. Первый тип – это прямые свидетельства, и второй тип – сообщения. В типе 1 он, в свою очередь, выделил два подтипа. Первый – непосредственно наблюдаемую культуру, и второй – музейное собрание. К типу 2 он отнес значительно более длинный ряд специфических подтипов. Первое – профессиональные исследования. Второе – отчеты и документы европейских наблюдателей. Третье – известие древних и средневековых, в особенности китайских и арабских авторов. Четвертое – биографии и автобиографии информаторов. Пятое – устные традиции, позднее частично записанные. Шестое – полевые записи речи информаторов с подстрочным и литературным переводом. Это систематика, в которой основное внимание уделено не собственно этнографическим, вещественным, поведенческим и прочее, а письменным источникам впоследствии уточнялось и развивалось рядом других исследователей, но в целом считается сохраняющей свое значение и продолжает воспроизводиться. Между тем, и Гребнер, и его последователи в основном копировали источниковедение писанной истории, следуя за кем-нибудь из современных им историков-источниковедов. Гребнер за Бернгеймом, Копперс за Федером, Геккель за Готшельком и Кирном. Автор одного из последних исследований на эту тему, Геккель, прямо пишет, что этнографическое источниковедение должно ориентироваться на собственно историческое, независимо от того, признается ли этнография частью истории или нет. И вследствие этого специфика этнографических источников по существу осталась невыявленной. В частности, в систематике Гребнера применительно к типу 1 выработано только несколько продуктивных приемов уточнения подлинности и пространственно-временной атрибуции предметов музейных собраний, а в типе 2 неправомерно смешаны между собой сообщения письменные источники и устные, этнографические источники. В этой же систематике очень спорно отнесение к категории этнографических источников записей речи информаторов. Здесь мы скорее имеем дело с письменными, лингвистическими источниками и к самой категории источников профессиональных исследований. На наш взгляд, этнографические источники вообще и этнографические источники реконструкции первобытной истории в частности по способу получения информации распадаются на две основные группы. 1. Объекты непосредственного наблюдения и 2. Сообщения информаторов В первой группе, в свою очередь, выделяются А. Явление современной в широком смысле этого слова жизни, то есть живые социальные организмы и Б. Пережитки А во второй группе А. Сообщения о современной жизни и Б. Сообщения о прошлом, то есть устные традиции. Непосредственно наблюдаемые социальные организмы, как первобытный исторический источник, обладают двумя очень важными достоинствами. Первое – разносторонний, даже всеобъемлющий характер получаемой из них информации. Изучая отставший в своем развитии, но современный ему народ, этнограф имеет возможность познакомиться со всеми сторонами культуры и быта, хозяйством и материальной культурой, общественными и семейными отношениями, духовной жизнью и психическим складом. Второе достоинство – органичная системность такого рода этнографической информации или, точнее говоря, потенциальная возможность ее получения как органично-системной. По сути дела, только такой этнографический источник позволяет судить не просто о различных сторонах социокультурной жизни, но и об их взаимосвязи, взаимозависимости, взаимодействии. С этой точки зрения непосредственно наблюдаемые племена и другие группы бесспорно наиболее полноценный этнографический источник реконструкции первобытной истории. Однако по тем же причинам в силу своего происхождения из живой действительности этнографически изучаемое общество, культуры, как первобытный исторический источник, обладают несущественными недостатками. Во-первых, ни один, даже самый отсталый народ, наблюдаемый или наблюдавшийся этнографами, не может быть сопоставлен с человеческими обществами, еще не миновавшими рубежа верхнего палеолита. Этнография не знает и никогда не знала живых аналогов досапиентным человеческим группам. Конечно, в океане этнографических фактов можно найти какие-то параллели, например, искусственным и пещерным жилищем ашала-мустерского времени. Более того, подобные параллели не раз приводились в литературе, в том числе и очень авторитетными исследователями. Но это не помешало таким параллелям остаться грубоформальными, не учитывающими одного из важнейших требований продуктивного сопоставления синстодиальности сравниваемых явлений. Известное использование этнографических данных для досапиентной эпохи возможно только на основе исследования пережитков, которые, однако, допускают не системные, а лишь выборочные сопоставления. Во-вторых, сопоставления изучающихся этнографией отставших в своем развитии народов с верхнепалеолитическими или более поздними обществами также представляет определенные трудности. Здесь параллели синстодиальны, а стало быть, принципиально допустимы. Но насколько они точны? В этом вопросе заключена едва ли не главная проблема этнографического источника ведения первобытной истории, остро дискутируемая как у нас, так и за рубежом. Суть ее в степени адекватности двух типов доклассовых обществ, один из которых реконструируется историками первобытности, а другой изучается этнографами. При всей однопорядковости этих двух типов обществ, обозначенных нами ранее как АПО, то есть апополитейные общества, и СПО, то есть синполитейные общества, они по большей части развивались существенно различными путями. Хотя история первых не намного короче истории вторых, именно на эту, казалось бы, незначительную разницу во времени, приходится прямое или опосредованное воздействие на СПО со стороны классовых обществ. последствия его были различны, однако, как правило, значительны. В одних случаях это были более высокие темпы культурного развития, в других миграции, изоляция, застой и даже регресс. Все это часто влекло за собой не просто перестройку социальной и культурной системы, а определенные изменения в ее составляющих относительно друг друга. Отдельные элементы базиса могли обогнать технологический уровень. Отдельные элементы надстройки потерять соответствие с базисом. Примером может служить неожиданно развитой обмен или элементы классовых религий у племен первобытной периферии. Иными словами, в живой культуре, по крайней мере, подавляющего большинства СПО отразилась не только культура классически первобытных АПО, но и в той или другой степени сторонние культуры влияния. Конечно, такие влияния сказывались и в классической первобытности, но воздействие цивилизаций, по-видимому, почти всегда было более ощутимым, чем воздействие других первобытных обществ. Исходя из этого, часть зарубежных специалистов вообще отрицает достоверность этнографических источников первобытной истории, а некоторые советские исследователи относятся к ним с особой осторожностью. Так существует взгляд, что подлинно надежное сведение о первобытности можно черпать только в относительно изолированных обществах, скажем, у аборигенов Австралии. Однако он не бесспорен. Длительная изоляция могла повести к такому застою, который вряд ли был характерен для всех АПО. Согласно другому взгляду, для первобытно исторических реконструкций представительны только те племена, в развитии которых не было регресса. Эта точка зрения более оправдана, хотя также не может быть принята безоговорочно. Многое зависит от того, какие именно компоненты социального организма подлежат исторической реконструкции. Вообще гиперкритический взгляд на этнографически изучаемое общество, как первобытно исторический источник, в своем логическом развитии ведет к необычайному сужению. Если не подрыву источника ведческой базы первобытной истории. Вот почему подавляющее большинство исследователей придерживаются той точки зрения, что поскольку воздействия цивилизаций не изменили качественно природу СПО, все же оставшихся первобытными доклассовыми обществами, их можно рассматривать как аналоги АПО, и этнографические данные о них имеют значение первостепенного первобытно исторического источника. Другое дело, что всякий раз необходима тщательная критика адекватности и достоверности полученной информации. Но такой анализ является обязательной составной частью и других исторических исследований при работе с этнографическими аналогами это предупреждение тех искажений в образах социокультурной реальности, которые могут быть внесены самими полевыми этнографами. Так, при непосредственном наблюдении в последнее время все большее внимание уделяется отключению от этноцентристского восприятия компонентов аборигенной культуры и выявлению их функциональных связей. Значительные возможности открывают также различения так называемых эпного, то есть общего, независимого от функционирования данной системы, и эмного, то есть взятого в связи с таким функционированием подходов к изучаемой культуре, предложенное Кеннетом Пайком. От живой, поддающейся всестороннему исследованию социокультурной системы, существенно отличаются остаточные черты в культуре народов, как доклассовых, так и переступивших порог классообразования. Здесь отражение культуры прошлого, точнее одного из ее компонентов или даже фрагментов в живой культуре имеют несравненно более сложный и опосредованный характер, и поэтому о самом понятии остатка или пережитка продолжают спорить. Как известно, понимание культурного пережитка Эдуардом Тайлором и Уильямом Риверсом, как утратившего смысл или пользу обычая, встретила резкую критику со стороны Бронислава Малиновского, доказывавшего, что в культуре нет и не может быть дисфункциональных явлений. Обе эти крайние точки зрения представлены в современной советской этнографии, где, однако, преобладает взгляд на необходимость уточнения понятия пережитка. С последним нельзя не согласиться. Попытки такого уточнения предпринимались уже Гребнером, а позднее Вильгельмом Шмидтом, предложившими понимание пережитка как остатка прошлого, который сохранил старую форму, наполненную новым содержанием. Но в этом есть только доля истины, так как многие остаточные явления наряду с содержанием хотя бы частично меняют форму. Таковы например лацканы пиджака, которые утратив практическую и сохранив эстетическую функцию, в соответствии с этим видоизменились и продолжают периодически видоизменяться в соответствии с модой. Значит сущность пережитков не столько в разрыве между формой и содержанием, сколько в самом факте такой остаточности, которая позволяет опознать в явлении его связь с прошлым. В то же время не всякое остаточное уходящее в прошлое явление пережиток. Здесь не следует забывать, что мы часто вкладываем в это слово оценочное значение, рассматривая пережиток как явление, которое себя изжило. Видимо вообще правильнее говорить не о пережитках, а об остаточных явлениях и именно с этой точки зрения уточнить данное понятие и его различные разновидности. Остаточное явление первого типа это простые, самоочевидные как по форме, так и по содержанию культурные реликты, сходные с консервативными реликтами в биологии. Таковы, например, и неолитические медные топоры, которые какое-то время воспроизводили форму полированных каменных топоров. Их типичное уплощение, расширение к низу и даже отсутствие сверлин. Таковы же гольштаттские или олимпинские железные мечи, расширяющиеся в средней части лезвия, что в железе сделать труднее, чем в бронзе. За пределами археологии подобные же примеры дают три короны в шведском государственном гербе. Воспоминания о тройственной унии Швеции, Норвегии и Дании. Мешок с шерстью, на котором сидит спикер английского парламента. Это воспоминания о шерсти как источнике богатства и могущества страны, ручки на автоматически открывавшихся и закрывавшихся дверях первых поездов московского метро и так далее. Те из подобных реликтов, которые вступают в противоречие с новыми реальностями, живут совсем недолго. Те, что нейтральны, живут, покуда не вступят в такое противоречие. И все же даже нейтральные простые реликты относительно недолговечны, ведь культурная жизнь не застывает на тысячелетия и что-нибудь доменяется. Так обстоит дело с остаточными явлениями второго типа. Они намного сложнее и менее самые очевидны в качестве реликтов, так как в той или иной степени приспособлены к новым реальностям и напоминают адаптивные реликты в биологии. Из множества возможных примеров приведем только два. У большинства отставших или недавно отстававших в своем развитии народов действуют нормы экзогамии, то есть запрещение вступать в брак в пределах той или другой по обычаю очень широкой родственной группы. Экзогамия, по преобладающему мнению, восходит к позднему палеолиту, когда она возникла как один из механизмов внутриродовой консолидации и межродовой интеграции. Как же она удержалась много времени спустя после разложения родового строя? Объяснение видится в одном. Древний обычай был приспособлен как один из рычагов укрепления внутригрупповой солидарности, теперь уже не родовой, а родственной. Другой пример. В традиционном русском свадебном обряде положено, чтобы жених перенес невесту на руках через порог своего дома. Как давно установлено, это так же, как обрядовая враждебность свиты невесты и свиты жениха, свадебное плачо невесты и тому подобное, полустертые черты так называемых свадебных антагонизмов, восходящих к древним половым табу на общение между мужчинами и женщинами. Как дошли отголоски подобных табу до нашего времени? Только приняв на себя новые функции, отчасти ритуальные, тот, кто вносит хозяин, отчасти игровые, занимательные элемент обряда. В таком виде остаточные явления второго типа, то есть видоизмененные, обретшие новые функции, могут существовать тысячелетия. Сложнее всего природа остаточных явлений третьего типа, исчезающих и вновь оживающих, которые были подмечены уже Тайлором и названы им рецидизирующими пережитками или просто рецидивами. Что вообще кроется за подобными рецидивами? преемственность в чередовании явных и скрытых форм или же свободная от всякой преемственности, обусловленная сходными историческими причинами повторяемость во времени? Скорее всего, на этот вопрос нельзя ответить однозначно, так как этнография знает примеры и того, и другого. Скажем, такой остаток первобытной нейтрализации враждебных сил, исходящих от чужеродки, как предписанное шариатом женское покрывало, временами получало широкое, а временами ограниченное распространение, но в определенных слоях общества сохранялось всегда. В то же время такой институт, как неразделенная семья у многих народов полностью прекращал свое существование с развитием товарного хозяйства и восстановлением прочной государственности и вновь возникал в условиях хозяйственного упадка, политического хаоса или при колонизации необжитых дальних областей. В первом случае перед нами преемственное, во втором же лишенное преемственности явления. Ясно, что только первое из них может рассматриваться как остаточное. Одна из ошибок, сделанных в свое время Тайлором, состояла в том, что он, исследуя эволюцию пережитков в отрыве от развития социальной среды и культурной системы, не различил два только по видимости сходных вида рецидивов. Исторический подход позволяет провести такую дифференциацию. Таким образом, можно выделить три категории остаточных явлений. Первое – это простые остатки, которые можно обозначить как реликты. Второе – остатки видоизмененные и приспособленные. Обозначим их как дериваты. Наконец, третье – это остатки преемственно рецидивирующие. Поскольку слово рецидив вызывают уголовно-правовые ассоциации, обозначим их как реституты. От латинского restituciu – восстановление или возобновление. Источниковедческое значение этих трех категорий остаточных явлений как этнографического источника первобытной истории не одинаково. Как правило, реликт более информативный источник, чем дериват и реститут. Что касается значения всей группы остаточных явлений, то оно неоднозначно. С одной стороны, их привлечение, требующее особенно тщательного анализа источников, почти всегда более спорно, чем использование синстадиальных явлений. Но с другой стороны, там, где дорога каждая крупица информации, расточительно отбрасывать широкую группу фактов и не пытаться объединить их с другими известными фактами, разумеется, опять-таки, делая все возможное для упорядочения источниковедческой процедуры. Сообщения информаторов, как правило, менее ценный источник, чем непосредственное наблюдение. Они всегда сопряжены с двумя ступенями отражения объективной реальности. Сперва в голове информатора, а затем и в голове этнографа. Кроме того, у каждого информатора свои пределы компетентности и свои устремления в подаче материала. Коррегированию этих изъянов служит разработанная и продолжающая разрабатываться методика полевых этнографических исследований. Скажем, при опросе информаторов рекомендуется учитывать не только сферу и степень их осведомленности, что в значительной степени связано с полом и возрастом, но и возможную тенденциозность сообщений, в чем в частности могут играть свою роль социальный статус, духовная среда, инверсия понятий сущего и должного и тому подобное. Но при всем том, даже уточненные и восполняющие друг друга сообщения об этнографических аналогах неравноценны непосредственному наблюдению этих аналогов. Степень достоверности сообщений о современной жизни и сообщений о прошлом также не одинакова. Едва ли нужно говорить о том, что сообщения о текущей жизни, как правило, надежнее сообщений о прошлом, дошедших в устной традиции. Все же, учитывая общую недостаточность источниковеческой базы первобытной истории, даже и сообщения о прошлом занимают заметное место среди других этнографических источников. Как известно, Льюис Морган на основе преданий иракезов исторически реконструировал их былую социальную организацию. Многие современные исследователи также считают, что устная традиция как бы заменяет бесписьменным народом писанную историю. В этом отношении наиболее ценны выделенные Яном Вансиной в противоположность свободным, то есть подверженным изменениям, застывшие устные традиции. По-видимому, часть их сродни пережиткам, так как их смысл не всегда понятен носителю традиции, и они при сохранении одной и той же вербальной формы могут по-разному восприниматься на разных этапах истории. Различая применительно к социальным организмам объекты непосредственного наблюдения и сообщения информаторов, мы однако не склонны переоценивать это различие. Наблюдая или опрашивая, опрашивая о настоящем или о прошлом, исследователь имеет дело с принципиально одним и тем же родом источников, этнографическими аналогами. С другим родом источников он имеет дело только в специфическом отражении культуры прошлого в живой культуре, то есть в пережитках. Поэтому если исходить не из способов извлечения информации, а из особенности бытования самих этнографических источников первобытной истории, то можно выделить среди них два основных рода. Первый это этнографические аналоги первобытным обществом и второе это остаточные явления. В этом случае основными видами этнографических аналогов будут аналоги, построенные по данным обществ, получивших название стагнатов, лентатов и регрессатов, то есть аналоги стагнатные, лентатные и регрессатные. В качестве основных видов остаточных явлений могут быть выделены реликты, дериваты и преемственные реституты. Это, насколько нам известно, первая попытка систематизации этнографических источников первобытной истории имеет предварительный характер и, вероятно, потребует уточнений. Из рассмотренных особенностей этнографических источников вытекает различие задач как при восстановлении самих источников, так и при систематизации извлекаемой из них информации о первобытном обществе, то есть при внутридисциплинарном этнографическом синтезе. В синтезе самих источников сравнительно просто обстоит дело с этнографическими аналогами при их непосредственном, особенно стационарном, а тем более включенном изучении. Теоретически рассуждая, они в этом случае даже не требуют внутридисциплинарного синтеза, так как наблюдаются в живой цельной картине, являющейся органичной системой. Даже регрессатные аналоги это функционирующие системы, отдельные части которых не разобщены и не нуждаются в восстановлении. Полевые данные об этнографических аналогах могут быть и, как правило, бывают раздробленными лишь при опросе информаторов. И здесь приходится восполнять лакуны в одних сообщениях за счет других сообщений. С синтезом источников сведений об остаточных явлениях всегда сложнее. Они, или по крайней мере многие из них, представляют собой фрагменты предметов, норм или представлений, и их осмысление предполагает предварительное восстановление недостающего. Скажем, этнограф сталкивается с традиционным обыкновением кубанских нагайцев, по которому первый раз покормить новорожденного грудью должна не мать, а какая-либо другая женщина. Если не попытаться объединить этот источник информации с другими, то впоследствии легко шагнуть к сомнительному выводу, что данное обыкновение является непосредственным реликтом зафиксированных в некоторых наименее развитых обществах, например, у бушменов, подобных же норм, регулирующих известную первобытную общность детей. Но если объединить источники, то этнограф обнаружит в верхушечных слоях тех же нагайцев слабо выраженный обычай отолычества, то есть обычай, относящийся к совсем другой исторической эпохе, но включающий в себя, как один из элементов, первое кормление ребенка не матерью, а другой женщиной. Таким образом, обобщение источников информации об остаточных явлениях обеспечивает несравненно более высокий уровень подготовки к синтезу этнографической информации. Та же реконструктивная процедура была бы правомерна и необходима, если бы у самих нагайцев отолычества не было обнаружено, но зато существовало у других тюркских народов, у соседей нагайцев, адыгов или вообще у других народов, стоящих на одной ступени развития. Однако в этом случае восстановление источников уже основано на сравнительно историческом методе, являющемся главным методом синтеза этнографической информации. Сравнительно исторический метод не специфичен для этнографии, но применяется в ней так широко, что этнографы нередко называют его сравнительно этнографическим. С помощью этого метода здесь устанавливаются сходства и различия социальных общностей или при учете места в системе и в цепи развития отдельных компонентов и явлений культуры. Дело, однако, не столько в установлении, сколько в истолковании, причем в истолковании причин преимущественно не различий, а сходств. Что ответственно за такие сходства? Решая этот вопрос, этнография прошла путь проб и ошибок. Уже в XVIII веке Жозеф-Франсуа Лафито пытался объяснить сходство нравов американских индейцев и различных древних народов Старого Света главным образом тем, что они происходят от одного корня. В XIX веке классики эволюционистской этнографии широко и, как правило, бессистемно обращаясь к компаративистике, видели причины обнаруживаемых совпадений в конвергентности развития, причем эту последнюю объясняли единством человеческой психики. В XX веке диффузионисты стали объяснять все общее в сравниваемых культурах одними лишь взаимовлияниями. А между тем во всех этих односторонних идеях было свое рациональное зерно и уже отдельные ученые начала нашего века указали на возможность трех параллельных решений. В настоящее время в марксистской, а также в так называемой неоэволюционистской науке Запада чаще всего различают три вида исторического сравнения и одновременно три объяснения причин сходства сравниваемых явлений. Наиболее четко определили их Виктор Жермунский и Сервис. Первый из них выделил историко-типологическое сравнение, устанавливающее сходство из-за одинаковых условий общественного развития. Историко-генетическое сравнение, устанавливающее сходство из-за общего происхождения и сравнение, устанавливающее сходство из-за культурного взаимодействия в результате исторической близости подготовленных к этому народов. Сервис также различает сходство вследствие генетического родства культур, культурной диффузии и аналогичных условий развития. Жермонский, однако, идет еще дальше, генерализуя свою классификацию. Сравнение и истолкование второго и третьего вида имеют дело с одними и теми же связями генетического характера, различающимися лишь временем своего возникновения. Более ранним в первом случае, более поздним во втором. И с этим, видимо, можно согласиться, так как перед нами две разновидности зависимого развития, связанного с родством или с так называемым с родством, в корне отличные от развития независимого, связанного с изоморфизмом. Остаются, следовательно, два основных вида сравнения и истолкования – историко-генетическое и историко-типологическое. У каждого из них своя область применения и свои задачи, решаемые собственными средствами синтеза информации. Область применения историко-генетического сравнения конкретное культурно-историческое развитие на всем протяжении истории, включая и первобытность. Его задача – установление этнокультурного родства или культурных взаимодействий в рамках, как историко-культурных ареалов, их степени и конкретных проявлений. Его методика в принципе та же, что и в языкознании, где она впервые возникла и откуда распространилась на другие общественные науки. Близость во многих компонентах культуры, в широком смысле этого понятия, включая язык, свидетельствует о родстве, объем и степень близости, о давности, дивергенции и тесноте родства. Сходство лишь в отдельных компонентах культуры, особенно при тесном соседстве в рамках одной историко-этнографической области, говорит в пользу культурных воздействий или сродства. При этом, разумеется, учитывается пространственно-временная сторона проблемы. Например, обширный ряд общих культурных черт у австралийцев и тасманийцев делает оправданным вывод об их родстве, а отдельное культурное сходство у аборигенов Северной Австралии и индонезийцев, такие как лодки-долбленки, курительные трубки, некоторые особенности символики, приводят к заключению о заимствовании. В обоих случаях здесь, как и в языкознании, устанавливается источник сходства и прослеживается его течение. Хотя обычно этнографические данные менее однозначны, чем лингвистические и оставляют более широкое поле для возможных толкований. Начало теоретическим спорам в этой области было положено вопросом Фрэнсиса Гальтона. Можно ли с уверенностью дифференцировать различные источники сходства культурных явлений? Так называемая проблема Гальтона. Обобщение информации при историко-генетических сравнениях и интерпретациях основано на этнографических источниках обоих родов, как живых аналогах, так и остаточных явлениях. Однако не все факты культуры имеют здесь одинаковое значение. Наиболее убедительный материал в этом случае поставляют те черты культуры, которые принадлежат по классификации Джулиана Стюарда не к ядерным или первичным, то есть служащим основным потребностям общества, а к вторичным или своеобразным. Можно согласиться с сервисом, что такое же значение имеют и специфические комбинации относительно простых черт, которые он называет особенностями культурного стиля. Одним из технических приемов, используемых преимущественно при историко-генетическом синтезе информации, является картографирование. Уже одно только картографирование синхронных культурных явлений с последующим сопоставлением их ареалов между собой способствует выяснению исторических связей. Еще важнее для историко-реконструктивных целей картографирование диахронное, при котором сопоставляются ареалы изучаемых объектов в их различных исторических срезах. Сочетание обеих этих процедур раскрывает общую картину развития культурных явлений и комплексов в пространстве и во времени. Поэтому картографирование как научный прием, а не иллюстративное средство, начинается там, где единичные карты сводятся в серии сопоставимых и сопоставляемых графических характеристик, и в конечном итоге тематические атласы. В современной этнографии картографирование нередко применяется при разработке проблем этногенеза и истории материальной и духовной культуры. И сравненно более скромным остается его применение к изучению собственно социальных явлений. Как уже было сказано, историко-генетическое сравнение и основанный на нем синтез этнографической информации имеют немалое значение для воссоздания конкретного культурно-исторического процесса первобытности. Но главная и наиболее реальная цель первобытной исторической реконструкции по данным этнографии состоит в восстановлении не конкретной истории отдельных обществ, а их наиболее существенных общих характеристик. Поэтому в этнографическом источнике ведений первобытной истории историко-генетическая сторона дела играет все же второстепенную роль. Первое место принадлежит историко-типологическому аспекту проблем. Недаром в применении к этнографической реконструкции первобытной истории понятия сравнительно исторического и историко-типологического методов в специальной литературе нередко сближаются и даже отождествляются. Причем историко-генетический метод как бы вообще остается в стороне. Область применения историко-типологического сравнения типические черты социального и культурного развития на всем протяжении истории начиная с первобытной эпохи. Но поскольку в распоряжении классовой а следовательно как правило и письменной истории больше эффективных средств проникновения в прошлое чем в распоряжении бесписьменной до классовой истории для последней историко-типологическое сравнение приобретает особое значение. Его применение в этнографическом источнике ведения первобытной истории тоже что и вообще в источнике ведения истории и основано на понимании социокультурного развития как закономерного естественно-исторического процесса. Сходные способы производства определяют в принципе сходные процессы в общих чертах повторяющиеся у всего человечества. Это позволяет не только сопоставлять между собой однотипные изоморфные социально-исторические системы и компоненты этих систем независимо от их пространственно-временного соотношения, но и объяснить повторяемость единством законов развития. И вот здесь-то с выделением таких систем или их компонентов открывается возможность использования историко-типологического сравнения для синтеза этнографической информации о древнейшем прошлом человечества. Какова же непосредственная методика такого использования? Несмотря на то, что ей посвящено немало работ, можно сказать, что ее общие принципы все еще несравненно яснее, чем конкретная процедура. Мост между тем и другим по существу пока только проектируется, причем вокруг имеющихся проектов ведутся споры. Можно считать общепризнанным, что ни одно отдельно взятое изучаемое этнографами общество не представитель для воссоздания какой-либо определенной стадии развития. Многие его особенности обусловлены не только стадиальной принадлежностью, но и своеобразием природной среды, условиями изоляции или, напротив, последствиями исторических контактов. Иными словами, в нем соединены как общие типические черты переживаемой им исторической стадии, так и его особенные и даже единичные конкретно исторические черты. Необходимо сопоставить между собой ряд обществ и, отделив таким образом типическое от конкретно исторического, опрокинуть это типическое в первобытную историю. При этом преобладает взгляд, что сравниваться должны не общество в целом, а их наиболее значимые комплексы взаимосвязанных признаков. Следовательно, необходимую предпосылку такой методики составляет расчленение анализируемых социальных систем на отдельные признаки с последующим объединением наиболее существенных из них в комплексы блоки или компоненты. Ключевой вопрос этой типологизации – определение набора или иерархически построенных наборов признаков. На высоких уровнях иерархии историческая реконструкция приобретает слишком частный и проблематичный характер. На низких может оказаться слишком общий и объединенный. Поэтому выбор признаков, а тем самым и уровня типологизации, каждый раз оказывается дискуссионным. Специальная теория взаимозависимости социокультурных явлений не разработана. Установленными можно считать лишь немногие из ее общих принципов. Так, явления социально-экономического порядка детерминированы жестче, чем явления социально-идеологические, которые обладают относительной автономией и вариабельностью. Вот почему отдельные попытки построить сколько-нибудь надежные типологические блоки для реконструкции по этнографическим данным глобальных стадий первобытной истории пока не идут далеко. Характерным примером может служить увязка между собой таких признаков, так, тип хозяйства, форма общины и семьи и вид родства. однако главные разногласия по поводу методики этнографической реконструкции первобытной истории лежат значительно глубже. Одна часть специалистов исходит из того, что общее может быть отделено от особенного во-первых, самой широтой типологического ряда и во-вторых, функциональной взаимозависимостью сопоставляемых признаков. Отсюда берет начало такой технический прием синтеза этнографической информации, как статистические или кросс-культурные исследования. Он предполагает получение обширной сводки этнографических данных о народах мира. Для наших целей прежде всего о народах, не перешагнувших рубежа классового общества, изучение вариабельности и корреляции, свойственных этим народам культурных черт, методами математической статистики. Большая частота повторяемости и высокий процент корреляции позволяют выявить конвергентные признаки и дают право проецировать их в прошлое. к сожалению, статистические исследования в первобытно исторических реконструкциях пока получили распространение только на западе, главным образом в США и по большей части служат задачам выявления не прогресса, а лишь изменений в социальном развитии. Другая часть специалистов продолжает считать, что проблема Гальтона остается открытой и собственно стадиальные конвергентно повторяющиеся явления не могут быть с уверенностью отделены от явлений заимствованных. Отсюда приверженность многих западных исследователей к предложенному Фредом Эгганом приему так называемого контролируемого сравнения, то есть сравнение живых и реконструируемых черт культуры только в пределах тех областей, где может быть прослежена непрерывность развития. Такая методика синтеза информации исключается от несения общего и особенного. Между тем гипертрофированная осторожность всей этой позиции лишена серьезных оснований. поскольку культурное заимствование, особенно в области экономической и социальной, происходит тогда, когда общество рецепиент подготовлено к их восприятию, с историко-типологической точки зрения проблема Гайтона вообще не имеет решающего значения. Таким образом, историко-типологическое сравнение и истолкование имеют дело с общими типическими явлениями. Материал для этих операций поставляют преимущественно не вторичные своеобразные, а первичные ядерные черты культуры. Понятно, что синтез информации такого рода ведется главным образом на основе этнографических аналогов. лишь отдельные, широко распространенные, повторяющиеся остаточные явления, например, дериваты дуальной организации, группового брака, культа предков и тому подобное, могут проставлять информацию, участвующую в таком синтезе. Сравнительно исторический подход к синтезу этнографической информации о первобытном обществе позволяет не только выделить общие черты реконструируемой стадии развития, но и расширить объем знаний об этих чертах. Для этого используется умозаключение по аналогии. Аналогия не тождественна на сравнении, так как устанавливает не все, а лишь сходные признаки сопоставляемых объектов. Но зато она располагает методикой, позволяющей с определенной долей вероятности переносить признаки с одного из изучаемых объектов на другой. Понятие этнографической аналогии, введенное в начале XX века Эренрейхом, требует уточнения. В литературе под ним разумеют установление сходства между фактами этнографии и синстадиальными им фактами археологии, то есть этнографо-археологическую аналогию. Но, во-первых, при построении этнографо-археологической аналогии нужен предварительный синтез этнографической информации. А во-вторых, пока еще многие первобытные исторические реконструкции ведутся путем сопоставления одних только этнографических данных. Поэтому необходимо отличать от этнографо-археологической этнографо-этнографическую аналогию. Она позволяет пополнить представление о признаках этнографически изучаемых обществ и тем самым закрыть некоторые проблемы в этнографической информации. Такая аналогия используется при изучении как генетически родственных, так и типологически сходных объектов. По этно-археологической терминологии, которая может быть принята и в области этнографии, в первом случае это прямая, во втором непрямая аналогия. Хотя умозаключение по аналогии всегда вероятностны, их достоверность при определенных условиях может быть очень высокой. Главное из этих условий установление сходства как можно большего количества, как можно более существенных признаков и наличие причинно-следственной связи между этими признаками и признаком, переносимым с одного аналога моделей на другой прототип. Наибольшие, хотя и малореализованные возможности для этого открывает та же статистическая техника. Будучи одной из категорий традиционной логики, умозаключения по аналогии в то же время рассматриваются сейчас как составная часть метода моделирования. В последнее время моделирование проникает в источниковедение вообще, в этнографическое источниковедение первобытной истории в частности. Однако существующие наметки относятся преимущественно к этнографо-археологическому моделированию. В этом случае этнография всегда поставляет материал для модели, археология ожидает скелет прототипа оживляемого первобытного общества. Источниковедческий характер модели и прототипа жестко фиксированы. Не то при этнографо-этнографическом моделировании. Здесь и модель, и прототип построены на базе этнографической информации. И реконструируемые признаки могут быть перенесены с каждого из аналогов на другой. Модели прототип фиксированы только на отдельных отрезках процедуры. Но в принципе взаимозаменимы. Важно отметить, что не всякая этнографическая информация одинаково ценна для построения этнографо-этнографических аналогий. Характеристики обществ регрессатов регрессатные этнографические аналоги очевидно относительно малопригодны для этих целей, так как регресс всегда в той или иной мере сопровождался деструктурацией, а следовательно и каким-то нарушением причинно-следственных связей в социокультурной системе. Лентатные аналоги возможно предпочтительные стагнатных, потому что изоляция и застой также могли повлечь за собой аномалии в развитии. Этот вопрос еще требует дальнейшего исследования. Но при всех обстоятельствах исключить стагнатные аналоги из источниковедческого обращения нельзя, хотя бы уже потому, что только они одни отражают начальные стадии существования людей современного вида. Особо надо сказать о приложении сравнительно исторического метода к обобщению информации, поставляемой остаточными явлениями. Выше уже отмечалась спорность понятия пережитков остатков, однако сама техника их изучения остается еще более неразработанной и дискуссионной. Больше того, кампания против понятия пережитка открытая в свое время Малиновским была направлена может быть не столько против этого понятия, сколько против связанного с ним так называемого метода пережитков, то есть восстановления картины прошлого по его остаткам в современной жизни. Основания для этого были этнографы и историки культуры эволюционистского толка пользовались этим методом бессистемно, руководствуясь главным образом интуицией. А интуиция, как это бывает почти всегда, в одних случаях выручала, других же подводила. Поэтому выдвигаемое вот уже несколько десятилетий требование упорядочить данный метод, выработав более точные приемы исследовательской процедуры, правильное требование. Беда только, что позиция тех, кто его выдвигал и выдвигает, ослаблена недифференцированным подходом к самим остаточным явлениям. Под последними они, как правило, имеют в виду одни дериваты под соответствующим методом восстановления картины прошлого по дериватам. Между тем, развлечение реликтов дериватов и реститутов позволяет отчасти упростить проблему, сузив и осветив поле поиска. Историческая реконструкция по остаточным явлениям предполагает две операции. Истолкование этих явлений и установление их стадиальной глубины. При обращении к реликтам первая из операций естественно отпадает. Реликт не видоизменен и не требует специального истолкования. Вторая операция в этом случае была правильно намечена уже Шмидтом. Определить стадиальный возраст реликта это значит обнаружить аналогичные культурные явления в тех обществах, где они живут не остаточной, а полнокровной жизнью. Понятно, что это достигается с помощью сравнительно исторического метода, чаще всего в его историко-типологической разновидности. Намного сложнее обращение к реститутам. Операция истолкования в этом случае также отпадает, зато установление стадиальной глубины требует еще одной предварительной операции – обнаружение преемственности в цепи затухания и возрождения. Возможно ли это вообще? Кириллом Чистовым высказана мысль, что для многих явлений, появившихся в быту сравнительно давно, как принадлежность к архаической традиции, так и вторичная, то есть самостоятельное и позднее возникновение, оказываются в равной степени недоказуемыми. Исключением он считает только те случаи, когда можно исторически документировать или непосредственно наблюдать возникновение вторичных явлений. Представляется все же, что преемственные реституты могут быть нередко отличены от лишенных преемственности с помощью некоторых специальных приемов. Это получение указаний на особую архаичность, выраженной в данном реституте культурной традиции и тем самым на большую вероятность ее преемственности. такими указаниями могут служить мифологизованность, сакрализованность или ритуализованность реститута, в частности ритуализованный конфликт, ритуализованное избегание и тому подобное. Если не получить, то осмыслить подобное указание можно только с помощью сравнительно исторического метода. И все-таки самый трудный материал для исторических реконструкций по остаточным явлениям представляют дериваты. В самом деле дериваты изменены не только по содержанию, но и нередко в той или иной степени по форме. Они переосмыслены и чтобы восстановить их прежнее значение, нужна операция обратного переосмысления. В этой операции, по-видимому, не может быть стандартных приемов, так как у каждого деривата свое индивидуальное лицо, на котором запечатлелись черты разных пропорций в модификации формы и содержания, в зависимости данной модификации от внутренних и внешних стимулов и многого другого. Скажем, установлено, что у Мевихавен Новой Британии празднование совершеннолетия подростков из высшего слоя общества недавно стало сопровождаться инициациями, заимствованными из престижных соображений на соседней Новой Гвинеи. Однако при этом весь инициационный комплекс, характеризующийся на Новой Гвинеи выраженными чертами полувозрастного обряда с антиженской направленностью, на Новой Британии механически превратился в исключительно социо-маркирующий обряд. Мальчики и девочки стали инициироваться совместно. Ясно, что если бы Меланезия не была хорошо исследована этмографами в сравнительном отношении, то обнаруженный у Мевихавен видоизмененный и переосмысленный обряд был бы принят за дереват их собственного спонтанного развития и на его основе был бы ошибочно восстановлен нормальный инициационный комплекс самих Мевихавен. Поэтому, хотя использование дериватов как источника исторических реконструкций в принципе не исключено, такое использование недопустимо без с одной стороны тщательного исследования целостной культурной системы исследуемого народа, а с другой сравнительно исторического изучения всего данного региона. Даже с привлечением сравнительно исторического метода реконструкции картины прошлого по остаточным явлениям в большинстве случаев трудная задача. Но вправе ли мы требовать от приемов изучения остаточных явлений большего, чем от других источниковедческих приемов? как верно отмечалось в советской источниковедческой литературе, эти явления исторический источник, который обладает всеми достоинствами и недостатками этого понятия и которым нельзя пользоваться как самоочевидным фактом. В том-то и состоит источниковедческая задача, чтобы исследовать и учитывать при синтезе информации остаточные явления, не произвольно взятые, а преимущественно сопоставимые в рамках сравнительно исторического метода с живыми явлениями культуры. Продолжение следует...